Вывоз и ворошение снега, очистка ливневых канализаций и расконсервирование. Сотрудники аварийно-спасательной службы приступили к весенней очистке малых рек. С берега наблюдала Юлия Алиханова. Ельцовка первая протекает по территории Зайльцовского района. Ее длина 9 километров. На пути встречаются как частный сектор, так и многоэтажки. И хоть высота оврага примерно 2,5 метра, вероятность потопления высокая. Чтобы не допустить этого, спасатели вручную очищают водоем от крупного мусора. В набор спасателя МАЗ входят резиновые сапоги, веревка и багры для поднятия мусора с глубины. Работы по мониторингу малых городских рек начали по плану, с приходом первых плюсовых температур. Палеты, матрасы, корзины, бутылки и даже диско-шар. Чего только не находили спасатели за этот месяц. И порой сдвинуть крупногабаритный мусор в одиночку невозможно. Зачастую люди не задумываются, что сами становятся причиной подтопления территорий вдоль городских рек. К примеру, третья часть первой ельцовки протекает под землей. Во время паводков мусор с берегов уносит течением. Из-за этого на затруднительных участках возникают заторы. Если труба забивается и речка, она в любом случае бежит даже зимой при минусовых температурах, то уровень воды в этом месте начинает расти. Воды уходить не будет. Если она выйдет до уровня, когда пойдет через дорогу, это перекрытие движения. Соответственно, это подмывание оврагов, подмывание домов, гаражей и всего, что там может находиться. Сейчас в городе ситуация с паводками стабильная. Аварийно-спасательные службы готовят водоемы ко второй волне. Резкий подъем уровня воды ожидается во второй декаде мая, когда на Алтае начнут таять ледники. Юлия Алиханова, Евгений Агеев, Новости ОТС.